При слове «поход» сразу появляются ассоциации рюкзак, палатка, спальника, иногда и кровавые пятки. И в любом списке снаряжения от вашего инструктора или которого вы самостоятельно найдете на просторах интернета, будут базовые и понятные вещи, без которых в поход нельзя. Например, попробуйте в поход пойти без рюкзака. Очень интересное зрелище будет. Привет! Это Сплав и Лиза Шамра, инструктор по пешеходному туризму и горнолыжному спорту. Есть список таких мелочей, без которых вроде бы и можно обойтись, но с ними, как показывает практика, поход может пройти гораздо приятнее. А самое главное то, что все эти мелочи почти не занимают места и имеют малый вес. У каждого походника это свой список, и у всех он может быть разным. Однако я поделюсь своим. Баф. Супер универсальная вещь. Можно даже в поход брать не один, а сразу один. Это два или три. Его можно использовать и в качестве дополнительного утеплителя на шею или голову, закрыть лицо от солнца, от комаров или от ветра, спрятать надоедливые волосы, использовать как резинку для волос. А если его намотать на руку, то им очень удобно вытирать пот и сопли. Только не говорите, что у вас не текут сопли. Запасной баф можно использовать ночью в качестве утепления или маски для сна. Если вы в первый раз идете в поход, то смело берите эту вещицу с собой, даже если не знаете, как ей пользоваться. Вещь по стоимости доступна, а в интернете есть множество схем использования бафа. Раз мы заговорили про сон, то следующими в списке мелочей, которые сделают ваш поход приятнее, это беруши. Вот они. Поверьте, горная речка у лагеря звучит приятно только первые 10 минут, а потом это превращается в ад, особенно если это первая ваша ночь в палатке и уснуть не получается. А еще никто не отменял храп вашего товарища из вашей или соседней палатки, да и звук падающего листочка в первую ночь может знатно напугать. Главное это подобрать беруши по размеру, чтобы они комфортно располагались в ушах иначе они могут стать еще одним раздражающим фактором. И помните, что беруши тоже ничего не весят, поэтому их лучше взять и не воспользоваться, чем не взять и думать о них весь поход. Кстати, в моем блоге мне как-то написали насчет беруши, что в них можно не услышать надвигающуюся опасность, ну, например, медведя. Если вы новичок, то идти в соло-поход одному в целом не лучшая идея, а если вы все же идете в соло-поход, то беруши лучше не использовать и иметь с собой минимальное средство защиты. И продолжаем тему сна. Следующая мелочь, а для кого-то может быть и настоящая блажь, это подушка. Самая обычная надувная подушка, которая, опять же, весит практически ничего и занимает очень мало места, однако может подарить вам крепкий и приятный сон, который так важен в походе. Одно время я спала без подушки, пыталась делать подушку из пуховки или вещей. То жарко, то эта конструкция разваливается, то волосы электризуются, а если есть неровность, то тоже приятного мало. Поэтому надувная подушка – это классное бюджетное решение для дополнительного комфорта во сне. Следующая мелочь занимает еще меньше места, чем все перечисленные выше, однако КПД ничуть не хуже. Шнурок для очков. Ну, признаете, звучит как-то по-пенсионерски, но вещь топ. Если вы бывали в горах, хотя иногда погода в Московской области не уступает по кабризности горной, то вы знаете, что погода может меняться молниеносно. То солнце, то тучки, то дождик, а потом снова солнце. И вы начинаете эти очки тыркать туда-сюда, с головы спадают, в карман не убрать, там вообще-то орехи на перекус лежат, а до бокового кармана рюкзака не дотянуться. Да и выпасть они могут запросто. И как раз именно в этот момент на помощь приходит пенсионерский шнурок для очков, благодаря которому вы просто снимаете очки и идете дальше. А они у вас прекрасным образом висят на шнурке. Чудо! Следующий лот для тех, кому за 30. Шучу. На самом деле, эта вещь будет полезна для всех. Целый день мы ходим под рюкзаком, нагружая нашу спину и ноги. Лучшей благодарностью для ваших ног в конце дня будет бивачная обувь, прохладная горная речка и массажный мяч. Да-да, мяч легкий, занимает не очень много места, а в конце дня ваши ноги будут благодарны 5-минутной прокатке стоп. На самом деле, стопы походников подвержены деформации, поэтому массажные мячики must-have для нас. Да и в городских условиях это суперполезная вещь. И раз мы заговорили про здоровье ног, то следующий очевидный пункт – это обувь для бивака или для лагеря. Представьте, что ваши стопы целый день находятся в жестком ботинке под тяжестью вас и рюкзака. Лучшей наградой для ваших стоп будет запасная свободная обувь, которую можно надеть на долгом обеденном привале или в конце дня в лагере. В зависимости от того, в какой регион вы идете, выбирайте подходящий тип бивачной обуви. Например, классическое решение – кроксы. Стопа в них находится в расслабленном состоянии, они легкие и быстро сохнут. Если у вас нет кроксов и вы идете в простейший двудневный поход по Московской области, можно хоть тапки-вьетнамки взять, они тоже прекрасно справятся со своей задачей. Если вы же идете в более суровые места, например, на Кольский полуостров, то на помощь придут полусапожки из материала ЭВА. Некоторые туристы берут с собой легкие беговые кроссовки или открытые сандалии. В общем, все зависит от ваших личных предпочтений, регионов, в которые вы собираетесь, полета фантазии и бюджета. Радиальный рюкзак – это складной рюкзачок размером 10-15 литров, который почти не занимает место в вашем рюкзаке. И такой рюкзачок, как правило, из непрочной ткани, поэтому кирпичи и камни туда складывать не надо. Удобен и имеет смысл, если в вашем многодневном походе предусмотрен радиальный выход. Представьте, вы отставляете все вещи в лагере, а с собой вам нужны мелочи в виде сидушки – фонарика, телефона, дождевика, бутылки воды с перекусом. Не тащить же под эту мелочь свой основной рюкзак на 75 литров. Только не убирайте радиальный рюкзак на дно. Я как-то по запаре его убрала глубоко и не смогла потом найти под всей массой вещей. И пришлось идти в туплях с пакетом. Еще одна не очень мелочь, но точно приятная – это раскладной стул. Пока вы не попробуете присесть в него в лагере после ходового дня, вы, скорее всего, будете спорить о его нужности. Но поверьте, ваша спина скажет вам спасибо, а посиделки у костра станут приятнее и дольше. Кстати, кресло от сплав весит значительно меньше аналогов при той же самой конструкции. Всего 675 граммов. Так что, если вы ищете подарок туристу, вы знаете, что взять. Следующая мелочь будет актуальна, особенно для тех, кто боится замерзнуть в походе или входит в группу мерзлявых. И для вас придумали спасение – это химические грелки. Вещь, которая занимает мало места, но может пригодиться в самый нужный момент. Химическую грелку можно налепить на любое замерзшее место – стопы, кисти или куда-нибудь на тело. Имейте в виду, что грелку необходимо правильно активировать, открыть и немного подержать на воздухе. И самое важное – клеим только на одежду. Грелка может спасти и в ходовой день, и в дневку, и ночью в палатке. А еще от себя хочу добавить, что обязательно проверяйте срок годности. Я недавно обнаружила, что грелки, которые я покупала в том году, уже вышли из срока годности, хотя срок действует 3 года. Однако я заказывала на маркетплейсе и не обратила внимания, что поставщик мне прислал грелки, которые через полгода уже заканчиваются. Еще одна неочевидная вещь, и, возможно, для кого-то совершенно не нужна, однако она точно добавит уюта вашей стоянке. Бирлянда. Вы не представляете, сколько атмосферы добавляют эти желтые огонечки, висящие на деревьях у палатки. Гирлянды работают от батареек или, например, от пауэрбанка. Выбирайте те, что удобно для вас. Красота в походе не только под ногами, но и далеко на перевале или на другом берегу озера. Как увидеть горную лань или убегающего медведя? Просто держитесь под рукой миниатюрную подзорную трубу. Как только понимаете, что предмет интереса не рассмотреть, достаем монокуляр. Весит он немного, всего 80 грамм, а смотреть в него можно до бесконечности. Завершает мой список полезных мелочей, возможно, самая неочевидная вещь – это штатив. Но представьте, вы хотите сфотографироваться группой, а сделать это некому. Выставлять телефон на камни, ветки, рюкзаки, прижимать черт знает чем – чревато падением и ремонтом. Штативы тоже бывают разные – по весу, по объему. Поэтому, если заморочиться, то можно найти свой идеальный, который незаметно будет лежать в вашем боковом кармане рюкзака и поможет сохранить важные воспоминания из похода. И да, это всего лишь часть мелочей. Список у каждого свой и разный. И мне захотелось поделиться именно этими пунктами. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь в комментариях своими мелочами, с которыми ваш походный быть становится чуточку приятнее.